Ну что ж, друзья, давайте начнем. Пока еще народ подтягивается. Меня зовут Владимир Бабаев, я являюсь менеджером по продукции видеонаблюдения в компании Appymatica. Сегодня мы с вами поговорим о видеонаблюдении от компании MailSite, о новых продуктах, технологиях, которые используются и о всех преимуществах. Итак, видеонаблюдение от MailSite. Для начала, немножечко коротко, я вам расскажу о компании, мы с вами посмотрим на дорожную карту и далее более подробно рассмотрим технологии, модельный ряд, а также я вам продемонстрирую новые продукты, как презентации, так и живую. Итак, дорожная карта компании, прошу прощения, значит, о компании немножечко образована компанией в 2011 году в втором технопарке Сиамынь в городе Китай. Основными продуктами являются IP-видеокамеры, сетевые видеорегистраторы, также программное обеспечение для видеонаблюдения. В 2015 году было образовано подразделение в США во Флориде, и количество сотрудников на сегодняшний момент, 120 человек, это уже немножечко устаревшая информация, на текущий момент порядка 140 человек, более половины из которых это инженеры и разработчики, с достаточно большим опытом в области разработки и внедрения в систему видеонаблюдения. Сама компания позиционирует себя как профессиональное высокотехнологичное предприятие, которое разрабатывает и выпускает лучшие в классе системы для видеонаблюдения. Итак, в дорожной карте на текущий момент есть доступные продукты, есть продукты в разработке. С левой стороны в разделе «Эволюбл» мы видим линейку продуктов, которая называется, скажем так, линейка первая самая, которая у нас развивалась с 2011 по 2015 год, построена на чипсете «Амбарелла», поддерживает 264-й бодок. Здесь представлены камеры различного формата, форм-фактора и под различные задачи. Также есть видеорегистратор. Следующее развитие компании – это серия, так называемая серия H-265 или профессиональные камеры с поддержкой 265-го кодека. На текущий момент в серии H-265 присутствуют камеры Starlight и SuperVDR. О данных системах мы поговорим позднее. А также присутствуют камеры в формате 4 Мп. Также различных форм-факторов. В 265-й линейке есть также и железные видеорегистраторы от 16 каналов до 64 на текущий момент с поддержкой вывода разрешения в формате 4К. То есть выход HDMI вам позволит вывести разрешение на экран, на ваш монитор или телевизор в формате 4К. Значит, есть также продукты, которые в текущий момент находятся в разработке. Это купольная скоростная камера. Это камера так называемая FISH-i, рыбий глаз. Камера 360 градусов и также 180 градусов. На текущий момент уже разработаны есть сэмплы. Мы с вами чуть попозже на нем остановимся. Четырехпортовый видеорегистратор. Камер построен на базе миниатюрного видеорегистратора MS-1009UT, но обладает еще дополнительными четырьмя портами PUE, которые вы можете подключить камеры. Также в разработке находятся большие линейки регистраторов с PUE-портами. Перейдем с вами ко второй части, к технологиям. И начнем мы с вами с технологии кодека H.265. Я становлюсь на основных преимуществах, уже не раз говорилось. Просто еще раз быстренько пройдемся. В первую очередь технология кодирования видео H.265, то есть кодек H.265, позволяет вам существенно экономить место в архиве. То есть по сравнению с кодеком H.264, место можно увеличить. Свободное место можно приблизительно вдвое. То есть вам нужно будет вдвое меньше места в архиве для записи того же самого формата, например, 1080p без потери качества по сравнению с 264 кодеком. То есть если на 264 кодек необходимо 4 гигабайта записи, то на 265 в том же формате тоже продолжительность и 2 гигабайта. Это все условно. Циферки внизу представлены. Вы можете скачать презентацию и посмотреть реальный тест нашего производителя. Также помимо нагрузки на ваш архив, снижается очень сильная нагрузка и на сеть. Вплоть до 2-2,5 раз можно снизить нагрузку на сеть без потери качества. То есть если 264 кодек для качества 1080p в Full HD требует порядка 4 мегабит в секунду скорости потока, то того же самого качества на 265 кодеке мы сможем добиться при скорости порядка 2 мегабит в секунду. Это основные отличия кодека. Технология Ultra Low Light. Здесь, конечно, сравнение с iPhone не очень корректное. Есть замечательные таблички сравнения с собственными камерами, то есть сравнивается вся линейка. А также есть таблички сравнения с конкурентами. Что же это за такая технология Ultra Low Light? По факту это технология, которая позволяет вам снимать видео в цветном режиме при очень низких параметрах освещения. Параметры освещения у нас определяются в люкс. И минимальный параметр для наших камер, минимальное число люкс, это 0.002. То есть практически полное отсутствие освещения без включения икопоцветки и перехода в черно-белый режим. Я даже выписал слоган данной линейки. Производитель этот слоган везде, скажем так, проговаривает. Make the darkness visible. Давайте сделаем темноту видимой. Следующая технология тоже очень интересная. Это развитие технологии WDR, то есть широкого динамического диапазона. Интересно в данной технологии то, что увеличился диапазон чувствительности до 140 дБ, что позволяет вам более корректно привести картинку к единому освещению с помощью данной технологии. Технология HLC, так называемая Highlight Compensation, технология засветки от фар автомобиля, например. Или иначе технология компенсации яркого света. Применяется на транспортных системах и везде, где необходимо противостоять, скажем так, засветке, возможной засветке кадров. Некоторые модельки наших камер обладают возможностью установки PIRIS объектива. PIRIS объектив — это объектив с автоматическим управлением диафрагмы, позволяет также оптимизировать картинку по цвету, а также позволяет настроить, дофокусить задний план, то есть влияет на глубину фокуса. Прифокальные объективы в наших камерах, они достаточно интересны. Интересны они тем, что в автоматическом режиме, управляя приближением или отдалением камеры, камера будет в автоматическом режиме фокусировать картинку, стараться делать так, чтобы картинка не дефокусилась, когда вы управляете ей. То есть при использовании ползунка управления приближением или отдалением, картинка будет в момент приближения или отдаления, картинка будет стремиться оставаться четкой и фокус будет ползти вслед за приближением и отдалением. Достаточно интересно и хорошо работает. В принципе, уже и клиенты отзывы оставили о данной технологии, всем все устраивает. Есть небольшие нюансы по автоматической постройке в, скажем так, нестандартных условиях. Но все эти нюансы решаемы с помощью софта. Итак, очень интересная технология. Это поддержка SIP в наших камерах. Означает она следующее. В камеру встроен SIP-клиент, камера умеет совершать звонки и на камеру можно позвонить. Например, с софтфона, который установлен, как вот показаны на рисунке на планшете, многие операционные системы, в том числе и в Android, и в iOS, встроены как стандартные, так и нестандартные есть программы, так называемые софтфоны, в том числе с поддержкой видео. С помощью данного софтфона вы сможете всегда позвонить на вашу камеру, то есть камеру можно зарегистрировать как IP-телефон на сервере телефонии, в своем собственном или, например, на стороннем, там тот же самый SIP-нет. Манго без проблем все регистрируется, без проблем на камеру совершаете звонки, как на обычный телефон. И вместо голоса камера отдает вам и голос, если есть микрофон у камеры, и отдает вам видео. Другой момент, что камера умеет совершать звонки на заранее спрограммированный номер или адрес, IP-адрес, естественно, то есть звонок peer-to-peer по наступлению события. Таким событием может стать детектор движения, либо сигнал от внешних датчиков, подключенных к камере. И вот мы с вами плавно пришли к самой линейке продуктов. На текущий момент линейка не очень большая, но она расширяется. В принципе, есть камеры под все задачи, за исключением вот как раз мы ожидаем нового продукта в выполнении. Об этом сейчас чуть позднее мы поговорим. Итак, в 265-м кодеке у нас появилась миниатюрная инфракрасная камера с ИК-подсветкой. Это внутренняя камера развития предыдущей линейки. Также поддерживает 265-й кодек. Доступна она в формате 2 и 4 Мп. Следующий представитель – это защищенная антивандальная камера. Такую камеру можно устанавливать на улице. К ней есть аксессуары в виде кронштейна или в виде специализированной проставки для установки данной камеры на стену. Все камеры имеют трехпозиционную установку объектива. То есть после того, как вы камеру открыли, вы можете ручками установить объектив, как вам удобно. И далее закрыть камеру и начать использовать ее. Защиту этой камеры IP67. То есть еще раз ее можно устанавливать на улице. Также защищен у нее вход в интернет, порт интернет, специальным соединением герметичным. Что позволяет не бояться внешних погодных условий данной камеры. Следующий представитель – это миниатюрный цилиндр. В двух вариантах есть верифокальные цилиндры, есть цилиндры с фиксированным объективом по умолчанию 4 мм, есть варианты 6 мм, 8 и 12 мм. В верифокальный объектив обладает по умолчанию 2,8 и 12 мм. Также можно узнать 7,22 мм. К особенностям данной камеры стоит отнести трехосевой кронштейн, который позволяет с легкостью спозиционировать камеру, как вам необходимо. Также этот кронштейн уникален тем, что имеет так называемый кабель-канал, который также защищен от влаги и пыли, что делает эту камеру легитимной стандарту IP67. То есть защита от пыли и влаги. Соответственно, данную камеру можно устанавливать совершенно свободно на улице, без всяких проблем. Камера, естественно, обладает встроенным модулем PUE. Компоновка камеры такова, что модуль PUE находится внутри корпуса самой камеры. Соединение полностью защищено и никаких проводов вокруг камеры не торчит. Также такая компоновка позволяет вам обойтись без распаячной коробки, которая стоит рядом с камерой. Есть также в линеечке у нас профессиональная купольная камера. Помимо всего прочего, помимо всех защит, эта камера обладает еще и антивандальной защитой ИК-010, то есть это гармолотком. Есть стандартизация, можете посмотреть. Кому интересно, можно написать мне на почту, я вышлю все эти стандарты наглядно, где все это дело показано. Чтобы это просто не запоминать на память, всегда будет картинка другой. Итак, камера также имеет трехосевое позиционирование. На текущий момент эта камера позиционируется руками. Обладает она только варифокальными объективами, то есть данной камеры с фиксируемыми объективами в продаже нет, фиксируемый объектив туда не ставится. Также очень интересная в нее компоновка корпуса. Опять же, все разъемы спрятаны внутри, что позволяет эту камеру, опять же, ставить на улице при практически любых погодных условиях. Защита у данной камеры IP66. Есть очень интересная система крепления на кронштейн, которая облегчает установку. То есть установку данной камеры можно выполнить одним человеком на любой высоте, без всяких проблем. Сначала вы монтируете площадку для кронштейна, а потом в эту площадку застегиваете просто камеру и закручиваете один полочек. Естественно, камеру застегиваете и закручиваете после того, как вы к камере подсоединили все разъемы. В принципе, все это дело можно сделать на земле, а потом поднять камеру наверх, втянуть провода и просто защелкнуть ее на кронштейн. Также данная камера позволяет обойтись без распаечной коробки, так как все соединения кабельные находятся внутри. Следующий представитель – это профессиональная цилиндрическая камера. На текущий момент, к сожалению, образцов вот именно такого вида у нас нет. У нас есть образцы с круглым кронштейном. Здесь на картинке вы видите уже модифицированную камеру, которая обладает кронштейном-распаечной коробкой. То есть производитель сделал все для того, чтобы избавить вас от установки распаечной коробки, а также оптимизировал место внутри своей собственной коробки, внутри кронштейна, таким образом, чтобы вам хватило его для подключения всех кабельных соединений внутри камеры. В данной камере стоит отметить очень интересную систему вентиляции, которая пропускает воздух и может пропустить влагу из камеры, но не пропускает пыль внутрь данной камеры. Также влага не попадает внутрь камеры через данные отверстия. Поддерживает камеру SD-карочку, которая очень просто вставляется под плашкой, а также обладает она трехосиловым позиционным кронштейном и обладает защитой IP67, что тоже позволяет устанавливать данную камеру на улицу. Следующий представитель линейки оборудования – это миниатюрные видеорегистраторы. Данный видеорегистратор поддерживает формат 4К. Это означает, что разрешение на порту HDMI может соответствовать формату 2.160p или 3.860 на 2.160. Поддерживает данный видеорегистратор до 9 каналов в формате 720p либо одновременный вывод одного канала в формате 4К. То есть данный видеорегистратор поддерживает камеры в формате 4К. В текущий момент единовременной записи есть воспроизведения одной камеры, а есть модельки, которые уже могут гораздо больше. Обладает данный видеорегистратор портом HDMI, двумя портами USB для подключения к клавиатуре мыши или USB-PTZ-пульта управления. Обладает кнопкой включения, а также кнопочкой Reset для сброса видеорегистратора к настройкам умолчания. К особенности стоит отнести миниатюрные размеры. Собственно, на картинке его сравнивают с четвертым айфоном. Он не сильно больше. Также обладает внутренней системой вентиляции и алюминиевым корпусом, который также позволяет эффективно отводить тепло. Данный видеорегистратор можно установить до двух жестких дисков формата 2,5, то есть это ноутбучные диски, до 2 трабайт каждой. И переходим мы с вами к линейке прям совсем новых видеорегистраторов. Это регистраторы, которые поддерживают и 264, и 265 кодек, но находятся в линейке 4K и 265. Представлены они на самом деле в трех моделях на текущий момент. Это 5000-я серия, 7000-я серия и 8000-я серия. Собственно, сверху вниз на картинке они у вас так и расположены. То есть 5000-я потоньше, дальше 7000-я и самый толстенький у нас это 8000-я серия. Собственно, давайте подробнее остановимся на самих регистраторах. Вот, собственно, еще раз информация по формату 4K. Данные видеорегистраторы также способны выдавать разрешение 260B на порту HDMI, то есть на вашем мониторе, который поддерживает формат 4K, вы сможете смотреть видео в данном разрешении. Это, естественно, позволит вам сильно оптимизировать детализацию даже видео, если оно в формате 1080. Значит, быстренько пробежимся с вами по параметрам самих видеорегистраторов. 5000-я серия представлена видеорегистратором 5016 и 5032, соответственно, на 16 каналов и 32 каналов. поддерживает все видеорегистраторы одновременную запись 16, например, каналов для модели 16 и 32 каналов для модели 32 в формате 5 Мп. То есть запись вы можете осуществлять на 32 камеры 5 Мп. Также есть моделька 7016-7032, отличается она наличием дополнительных разъемов на задней панели. Подробнее на этом остановимся. И также представлена моделька 8000-м видеорегистратором. Это 8032 и 8064, соответственно, на 32 и 64 каналов. Одновременное воспроизведение 64 каналов в формате D1. Запись также 64 канала до 5 Мп в каждой камере. К особенностям данной линейки стоит отнести возможность вывода до 4 каналов в 30 FPS в формате 4К. То есть 260B. То есть вы можете подключить 4 камеры 4К к данному видеорегистратору и единовременно записывать их и просматривать. Собственно, вот основные различия по задней панели на различных сериях видеорегистраторов 4К. На 5000-й серии видим минимум разъемов. Это сетевой разъем, разъем для подключения звука, разъем VGA для подключения монитора и также HDMI для подключения монитора. VGA и HDMI работают параллельно. То есть вы можете использовать либо VGA, либо HDMI на данном видеорегистраторе. Владает разъем USB 3.0 и кнопочкой включения и отключения питания также портом для подключения этого питания. Стандарт 1У данного корпуса. 7000-я серия, как мы видим, уже обладает тревожными входами и выходами, дополнительно консольным портом, а также уже двумя разъемами GSR-5 для подключения сети. Естественно, данные разъемы, данные порты обладают возможностью балансной нагрузки. То есть вы можете назначить как и балансную нагрузку на два порта, так и внести данный регистратор с помощью этих двух портов в различные подсети. значит, 8000-й видеорегистратор обладает уже двумя портами HDMI и двумя портами VGA. Здесь мы с вами чуть подробнее остановимся, ввиду того, что данному видеорегистратору можно будет подключить четыре монитора, два через VGA, два через HDMI и разбить эти мониторы на VGA плюс HDMI и VGA плюс HDMI. и на этих четырех мониторах видеть различные картинки. Хочу отметить, что запараллелить можно только лишь две пары мониторов, то есть нельзя сделать четыре монитора с различными картинками, с различными функциями. Например, на одном мониторе вы можете просматривать видео из архива, например, а второй монитор может быть живым видео в данную секунду, либо может быть там веб-интерфейсе в системах настроек лазить. Естественно, данная моделька обладает еще и консольным портом для подключения ПТЗ-устройств, точнее, для подключения пультов для управления ПТЗ-устройствами, также аудиовходы и выхода и разъем для подключения питания, а также подключения и выключения питания. Все регистраторы устанавливаются в стойку, все регистраторы имеют форм-фактор 1у или там 1,5у, в зависимости от моделики 2000-ой это уже 1,5у. В комплекте есть уши для крепления. Отдельно немножечко поговорим с вами о компоновке. С предыдущих моделей очень сильно изменилась внутренняя компоновка. стало гораздо проще устанавливать и демонтировать внутрь жесткие диски. Видите, все сделано для удобства установки и замены, а также сделана оптимизация по организации внутреннего пространства для наилучшего охлаждения жестких дисков. Вот, собственно, как я говорил о том, что можно сделать попарно либо 2 HDMI, либо 2 VGA, либо попить их как HDMI VGA, HDMI VGA. Топовые модельки это 7000 серия поддерживает RAID 0.1, а 8000 серия поддерживает RAID 0.1.5.10. Собственно, тоже поможет защитить вашу информацию от непредвиденных ситуаций. Основные функции, которые поддерживают камеры и видеорегистраторы, здесь мы с вами поговорим сначала о видеорегистраторе, потом на этом же примере я вам расскажу о том, какие функции поддерживают камеры. Во-первых, это запись, естественно, это детектирование движения, это возможность тревожной записи прямо с монитора, то есть вы можете в любую секунду начать записи или сделать скриншот любого видео, которое вы видите на экране или которое вы не видите на экране. Также регистратор умеет определять события о потере сигнала от камеры, умеет определять материю сети, заполнение жесткого диска, отказ жесткого диска, отказ в записи, то есть когда запись по каким-либо причинам не происходит, умеет ловить сигналы от внешних датчиков, также передавать сигналы на внешние датчики или другие устройства через тревожные входа или выхода. Естественно, видеорегистратор пишет видео, зачем же он еще нужен. Поддерживает передачу e-mail сообщений, то есть работа с SMTP сервером, передача возможна как и коротких видео, так и скриншотов, поддерживает аудио, причем передачу аудио поддерживает в том числе и по HDMI, сохранение картинок, просмотра видео, поддержка восстановления системы и также сохранение файлов конфигурации на USB носитель, также удаленные управления и удаленная конфигурация. Естественно, основная функция это запись и вторичная функция это воспроизведение. Перейдем к четвертой части, здесь я расскажу о решениях, о программных решениях от компании E-mail их не очень много, но все они имеют свою определенную роль. Первое решение это MailSite Smart Tools, это утилита поиска настройки и управления камерами, через эту утилиту вы сможете управлять настройками потоков, настройками камер, делать это массово, то есть видеть камер сразу, изменить IP-адреса, изменить настройки видео и так далее. Пакетно обновить камеры, пакетно камеры отключить, перезагрузить, сбросить и так далее. То есть это утилита для массовой настройки. Также с помощью данной утилиты вы сможете рассчитать необходимое место в архиве и подобрать модель из продуктовой линейки MailSite. Как подобрать модель видеорегистратора, так и определить необходимое количество места, то есть определить количество жестких дисков, которые необходимы данной регистратору установить. Также вы по количеству места сможете определить сколько суток, то есть сколько времени данный видеорегистратор на данной жесткой диске поместится. MailSite.CMS очень интересное решение, называется это Content Management System, прошу прощения, Централ Management System, то есть централизованная система управления позволяет она выполнить следующие действия. Она позволяет собрать железные видеорегистраторы, а также IP-видеокамеры на одном клиенте и объединить их в единую систему, из которой вы можете выполнять настройки, управлять видеорегистраторами, просматривать видео, в том числе даже видео просматривать на SD-карточке, которая стоит внутри камеры. То есть по факту это своего рода замена больших серверов, когда вы собираете один большой сервер, накручиваете на него там 300-500 камер и при выходе из строя данного сервера все 300-500 камеры у вас как бы теряются. Здесь производитель предложил другое решение, он предложил собрать железные видеорегистраторы, которые призваны выполнять только свою единственную функцию регистрировать видео, в единую систему с помощью софта и управлять этими видеорегистраторами с помощью софта. Интересное решение в том, что при выходе из строя регистратора вы теряете только камеры, которые находятся на этом видеорегистраторе, при наличии подменного фонда восстановление работы системы представляет никаких сложностей вообще. То есть вы банально меняете видеорегистратор, если он сгорел, либо меняете на нем жесткий диск, еще что-то. Если меняете регистратор, можете зайти в файл конфигурации и продолжить работу в том же ключе. Единственный нюанс. Необходимо либо устанавливать эти регистраторы все в одном месте и тянуть до них VPN, либо оборачивать всю эту большую систему тоже VPN-сетки для избежания, скажем так, негативных последствий. Раз-два видео, влезание в сеть и так далее. Очень интересная система. О ней, в принципе, достаточно много написано, написана большая статья, она выйдет где-то через неделю-полторы. Я так полагаю, данная статья будет доступна у нас на сайте. Малый сайт WMS это видео-менеджмент систем, то есть это банально софтовый видеорегистратор, который устанавливается на операционные системы Windows. Есть две версии, Lite и Pro. Lite версия это клиент-сервер один и ярлычок. Возможно подключение до 64 камеры и подходит данное решение для малых, скажем так, проектов до 64 камер, потому что расширить данную систему никаким образом не представляется возможным. Профессиональное решение состоит из как раз двух ярлычков. Один сервер, второй клиент. Сервера вы можете поставить на несколько машин, клиентом потом все эти сервера можете собрать. каждый клиент-сервер тащит за собой 32 камеры, то есть если вы установите сервер на 5 машин, вы сможете собрать 5 раз по 32 камеры на одном клиенте. Единовременный просмотр, к сожалению, ограничен возможностями монитора, а также нашими глазами. Это 64 камеры, хотя даже уже в 32 мало что видно. Нужны необходимые большие мониторы для таких вещей. К особенностям стоит отнести абсолютную бесплатность на сегодняшний момент, то есть данные софтовые видеорегистраторы можно скачать и установить. Единственный момент, если вы собираетесь его использовать в каком-то проекте, для того, чтобы снять некие ограничения, необходимо обратиться ко мне по почте, написать мне о том, где вы планируете использовать данный видеорегистратор и количество подключаемых к данному видеорегистратору камер. Я выпишу вам лицензию и спрошу вас разрешения использовать данные в своих маркетинговых мероприятиях. Данные по вашему проекту, естественно. Мобильные приложения. Мобильные приложения есть как для Android, так и для iOS, и для камер, и для видеорегистраторов. С помощью мобильного приложения вы можете посмотреть живое видео, получать тревожные пуш-выдомления. Через эти мобильные приложения также вы сможете выполнять некие минимальные настройки для камер. И основной фишкой, скажем так, данного приложения является доступ перед-уперед до камеры или до видеорегистратора. Для камер необходимо для активации данной функции необходимо будет прислать мне MAC-адрес вашей камеры, после чего MAC-адрес мы зарегистрируем на сервере производителя, и после перезагрузки ваша камера будет доступна для подключения пер-тупера. Кто не знает, что такое пер-тупер, это подключение без внешнего IP-адреса, то есть напрямую к камере. Нет необходимости камеру выставлять лицом в интернет, так, чтобы ее могли сломать и так далее. То есть никаких вопросов ничего не требуется, требуется только знать MAC-адрес данную камеру. В принципе, практически та же самая ситуация с предложением MVMS, которое призвано управлять и просматривать видеорегистраторы. Здесь ничего регистрировать не нужно уже, вы с помощью своего собственного телефона либо там планшета в самом приложении открываете камеру, камера сканирует штрих-код, с вашего видеорегистратора и после определенных настроек всего два поля вы сможете подключаться к вашему регистратору передупер, а также без пробросов и без внешнего и пятности. Собственно, презентацию мы на этом закончили. Спасибо за внимание. Сейчас я хотел бы продемонстрировать вам еще продукты, о которых мы с вами собственно говорили. Вот наши новые продукты, которые мы ждем в скором будущем. Сейчас, секунду. я хотел продемонстрировать вам внешний вид данных продуктов. На текущий момент я смогу вам продемонстрировать вживую только видеорегистратор 4K с портами по E. но в следующем году, в начале следующего года я уже полагаю, что мы получим все сэмплы, в том числе и фишай камеру, мини-ПТЗ цилиндрическую камеру и скоростную купольную камеру. Значит, давайте с вами это вот внешний вид, технические характеристики я пока заявлять вам не буду, потому что они еще не точны на текущий момент. Могу только сказать, что фишай камера это 12 мегапикселей, поворотные скоростные камеры будут 2 и 3 мегапикселя на текущий момент. Вот. И давайте с вами сравним две наших модельки. Вы можете развернуть у себя видео с камерой с видеоконференц-системы нашей и я вам продемонстрирую два видеорегистратора. Вот такие вот замечательные видеорегистраторы. Вот это наша старая моделька MS-1009UT. Как видите, она прям совсем небольшая. Вот наша еликовская трубочка в сравнении с ней. Вот. Вот, собственно, новый представитель. Такой вот большой видеорегистратор. Он все еще миниатюрный на текущий момент. Основное отличие данного видеорегистратора это наличие специализированных портов, то есть наличие портов OEM. Вы можете подключить 4 камеры к данным портам. Камеры моего сайта моего сайта при этом подключаясь по пребератарному протоколу собственному. Они в автоматическом режиме получают IP-адреса и в автоматическом режиме выводятся на экран видеорегистратора. Такое решение позиционируется как простое домашнее решение. Также есть в разработке на текущий момент видеорегистраторы 4K, которые я вам показывал, но они будут уже с по E-портами от 8 до 16 максимум на текущий момент. Собственно, коллеги, это, наверное, все, что я хотел вам рассказать. Есть огромное количество материалов по сравнению, по видеопревью. Также можете заходить на наш канал YouTube. На нем залиты некоторые видео, которые демонстрируют возможности наших камер. Есть несколько, скажем так, несколько таблиц сравнений и несколько технических документов, демонстрирующих возможности отличия камеры от конкурентов. По запросу все вот эти вещи я могу вам предоставить. Необходимо написать мне на почту. Почту, я думаю, что мои коллеги вам в чате отпишут. Собственно, все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте в чате, я постараюсь на них ответить. коллеги, если у вас нет вопросов, разрешите откланяться. Спасибо, что пришли. Всего доброго. субтитры создавал DimaTorzok